Комсомол Рамки металлоискателя срабатывают на любой посторонний предмет. Пронести что-то запрещенное просто невозможно. В колонии-поселении номер 5 работает новая система контроля за осужденными. Атомщики России сразились за звание лучшего артиста. В школе номер 2 детей научили делать добрые дела. А теперь об этих и других новостях подробнее. До конца текущего года цены на бензин в России вырастут еще на 2-3 рубля за литр. Правительство готовится отменить механизмы сдерживания цен на топливо, действующие с весны. Тогда власти договорились с владельцами нефтеперерабатывающих заводов и заправками о фиксации цен. В следующем году подорожание бензина неизбежно из-за повышения НДС и акцизов, считают эксперты. Чтобы предотвратить резкий рост в январе, правительство примет меры к умеренному повышению уже сейчас. Усилия властей направлены на то, чтобы аккуратно войти в январь с низкими ценами. 29 октября исполняется 100 лет комсомолу. В этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи. В 1926 году, когда образовался Советский Союз, к названию движения добавилось Всесоюзный Ленинский. С тех пор влиться в ряды в ЛКСМ было самым значимым событием в жизни советской молодежи. О комсомоле комсомольской юности было написано много песен и стихов, сочетающих в себе гражданские и лирические мотивы. Тот, кто был комсомольцем, навсегда в душе им и остался. Наша съемочная группа убедилась в этом, побывав на литературном вечере. Праздник, объединивший поколения нашей страны. Символика и атрибутика соответствуют всем канонам советского времени. Полный зал комсомольцев разного возраста. Самому молодому всего 20 лет. Он вступил в ряды совсем недавно. Самый возрастной, но все еще юной душой получил свой комсомольский значок в далеком 1945 году. Все они до сих пор живут идеей комсомола. Такой разброс нисколько не помешал присутствующим сполна насладиться теплой атмосферой вечера. Гостей радовали выступлением хор ветеранов Ивушка и студия бардовской песни «Окно». Читали стихи и исполняли песни о комсомоле, юности и единстве. Все присутствующие чувствовали в этот вечер себя молодыми и полными жизнью. А комсомол – это целая эпоха, которую каждый из присутствующих здесь в зале прожил лично. И этого у нас не отнять никому. Вот вы видите, с каким удовольствием сегодня поют комсомольские песни. Ну, рады вот этой встрече все. Пришли люди, которые, может быть, не выходили из своего дома уже лет 10. Они сегодня все здесь. И посмотрите на эти лица. Они все счастливы сегодня. Много воспоминаний о прожитых годах и пережитых мгновениях. Ностальгия наполнила сердца и души вечно молодых комсомольцев. Я лично вспомнила, как я на Белоярской атомной стройке комсомольской 50 лет назад проводила концерт торжественный в городе, посвященный 50-летию комсомола. Я вспомнила стихи, которые я там читала и сегодня их почитала и провела как бы параллель через эти 50 лет. Самым активным комсомольцам в честь столетия организации были вручены памятные юбилейные ордена, подписанные лично председателем Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. Чувство гордости, плечо товарища и понимание общей цели объединяли всех в зале. Люди объединяют стихотворения, у нас песни поют, творческие коллективы участвуют, люди довольны, причем все находят понимание, вот этот праздник нас объединил. Я очень рад, что мы смогли начать торжества в таком великолепном единении, так скажем. Вот так, в дружеской, практически домашней атмосфере, по-простому, настоящие комсомольцы отметили столетие своей организации. В этот вечер никто не остался в стороне и не ушел с плохим настроением. Ощущение праздника присутствовало в душе каждого. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Система надзора за осужденными в колониях-поселениях – это меры, направленные на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказаний. То, как ведется контроль и учет спецконтингента – вопрос безопасности. Наша съемочная группа выяснила, как обстоят дела в этом направлении Десногорской колонии номер 5. Подробности далее. Спецучреждение расположено вблизи Десногорска. Единственное в Смоленской области оснащенное биометрической системой идентификации по отпечаткам пальцев «Биосмарт». Эта система предназначена для контроля за осужденными. Благодаря ей удается избежать возможных побегов и подмен. Каждый поступивший на отбывание сразу же заносится в базу данных, снимаются отпечатки пальцев, делается фотография. Спецконтингент учреждения с разрешением администрации колонии может работать в черте города, поэтому при входе и выходе с территории режимного объекта они отмечаются и досматриваются. Те же, кто находятся на профилактическом учете за нарушение правил содержания, покидать колонию не могут и должны отмечаться каждые два часа. Для удобства в случае плохих погодных условий осужденные могут это сделать прямо в отряде. На пункте Дневального также установлена система «Биосмарт». Все это позволяет обеспечить полный контроль за отбывающими наказания и обезопасить как объект, так и жителей города. Благодаря системе «Биосмарт», также системе видеонаблюдения и всех прочих новшеств, которые у нас введены, наша колония является одной из самых защищенных колоний в области в плане недопущения нарушений спецконтингентам. Даже посетителям пройти на территорию колонии достаточно непросто. Необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и сдать все посторонние предметы, в том числе и мобильные телефоны. В колонии поселения ведется контроль и досмотр не только осужденных, но и посетителей. Рамки металлоискателя срабатывают на любой посторонний предмет. Пронести что-то запрещенное просто невозможно. Сработал металлообнаружитель. Будьте добры, выложите все из кармана. Замечаний нет, можете проходить. Телефончик мы оставляем. Спасибо. Телефоны посетителей хранятся в специальном ящике. Взамен выдается жетон. Жизнь осужденных находится под постоянным прицелом видеонаблюдения металлообнаружителей и систем идентификации. Тем не менее, они тоже оценили преимущества таких мер безопасности. Система позволяет быстрее совершать эти отметки, не требует времени на заполнение всяких бумажек. Отмечаться не надо по 150 раз, бегать туда-сюда. Можно без отряда этим заняться. Ярославу повезло. Это его первый срок, и поэтому он попал в Десногорскую колонию, где условия, по его же словам, как в пионерском лагере. Тем не менее, колония не то место, куда стоит стремиться. За время, проведенное здесь, он мог бы гораздо больше сделать полезного на воле. Не стоит сюда попадать. Просто не стоит. Здесь просто потеря личного времени. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ. Фестиваль «Свет России моей» собирает творческие команды атомных станций со всей страны. Он проводится с 2006 года, а идея мероприятия зародилась в Десногорске. В этом году город вновь принял участников. Наша съемочная группа побывала не только на выступлениях, но и за кулисами. Подробности далее. Торжественное открытие фестиваля прошло 22 октября в концертном зале «Нейтрино». Как и в фильме «В джазе только девушки», в члены жюри были выбраны только представительницы прекрасного пола. Председателем жюри назначили заслуженную артистку Российской Федерации Анну Демьянову. «Свет России моей» проходит уже восьмой раз. И лишь однажды в 2016 году мероприятие проходило не в Десногорске, а в городе Спутники Курской АЭС Курчатове. 23 и 24 октября приходил смотр конкурсных программ. В первый день выступали коллективы Курской, Нововоронежской АЭС и Центрального аппарата. У всех были различные жанры представлений и свой подход к показу. Курская АЭС, например, свою программу посвятила 50-летию юбилея Курчатова. Для показа собрали уникальные архивные кадры того, как шла стройка АЭС. Их показали с помощью проектора. В то же время на сцене выступали творческие коллективы атомной станции. Во второй день шел просмотры программ Балаковской, Белоярской, Калининской и Смоленской атомных станций. Конкурсная программа Смоленской АЭС называлась «К России с любовью». Она началась с танцевального номера коллектива «Десногорские зори» и театра эстрадной песни «Шанс». Их исполнение также сопровождали документальные снимки на экране. С большим трепетом участники ждали заключительного гала концерта и награждения, которые проходили 25 октября. Через несколько минут начнется гала концерта и награждение участников. Сами они, конечно, очень волнуются и переживают, кто же будет победителем. Трясутся руки и дрожат поджилки, а зритель ждет их на сцену. В последний момент участники разбирают в голове свои выступления по кусочкам. Наверное, волнение. Наверное, волнение и радость. Ну, поскольку мы уже в гала концерте участвуем, значит, все-таки наше творчество понравилось. Нам очень много вчера комплиментов сделали. Это очень приятно. Когда ты получаешь такую положительную оценку за свой труд вложенный, это, конечно, приятно. Ну, эмоции, на самом деле, просто зашкаливают. Сейчас еще нужно будет выступать. Сейчас будет гала концерт. Отобрали отдельные номера. Вот в данном случае мой номер вошел в программу гала концерта. Волнуюсь. Эмоции у меня очень огромные, большие. Потому что, как устраиваешься на работу на станцию, к сожалению, творческая деятельность приходится немножечко отодвигать в сторону. Когда тебя приглашают в коллектив, ты начинаешь танцевать, начинаешь работать, и приезжаешь на конкурс, выступаешь. Эмоции переполняет. Победители выбирали с помощью онлайн-голосований в социальной сети ВКонтакте и членов жюри. Лауреатом третьей степени стала Нововоронежская АЭС. Второй – Калининская. А победитель – Смоленская атомная станция. Лина Нурматова, Виталий Степанов, Марина Якубишина. Десна ТВ. Добро – ценнейшее качество человека. Во второй школе решили в очень интересной форме рассказать детям, что такое доброта. Подробности в нашем сюжете. Сделать счастливым себя и окружающих можно только через добрые поступки. Именно с этой целью в актовом зале второй школы собрали ребят. Педагоги открывают детям новые горизонты знаний. Хочется донести до каждого ребенка, что творить добро – это просто здорово. Ученики четвертого В-класса подготовили для второклассников литературно-музыкальную композицию «Давайте делать добро». В день доброты второклассники выясняли, что значит слово «добрый». В игровой форме детям показали, что нужно помогать друг другу, причем делать это без выгоды и корысти. Вместе с ведущей ребята отгадывали продолжение известных пословиц. В это время на сцене появился своеобразный дом. В его основе были различные качества, которые составляют добро. А появляются они под крышей школы с помощью учителей на уроках. Из чего еще застает добрый человек. По крупицам, а точнее по листочкам дети собирали все добрые понятия. Те, которые подходили, вешали на деревья возле импровизированного домика. Сейчас идет неделя доброты. Это мероприятие посвящено тому, чтобы люди были добрые. Мне очень понравилось мероприятие. Оно интересное. В завершении школьники исполнили песню «Хорошо бродить по свету». Ведь она так идеально вписалась в общую атмосферу события. А слова «всех нужнее и дороже в этом мире доброта» только подтвердили это. Элина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefus.tv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!